Это забор воды идет. Я думаю, что явно не санкционированный. Река Черная – федеральная собственность. И на водопользование должно быть разрешение от Севприроднадзора. Поэтому инспекторы идут выяснять, кому принадлежат эти насосы. Спросить решили у владельца ближайшего к водоему дома. Мужчина встретил гостей спокойно и скрывать то, что используют речную воду, не стал. Мой только там, где, как вы выразились, в бетонной этой конструкции. Ну тут тоже не канализация. Тут нет таких настолько глупых людей, чтобы канализацию в речку сбрасывать. Это я вам серьезно говорю. Все берут воду, потому что тут воды городской нет. Еем как-то надо жить. Инспекторы говорят, что основная причина незаконного водопользования – незнание российского законодательства и нежелание жителей села Черноречье заняться этим вопросом. Как это должно происходить? Скажите об этом людям. Ладно, я могу открыть интернет, посмотреть. Ну вот мне перемкнуло что-то ночью. Я думаю, блин, может я не пользуюсь водой незаконно? Дай-ка я посмотрю в интернете. А как пенсионеры? Почему они должны думать об этом? Я могу вам сказать, что в рамках законодательного поля Украины это тоже было нарушение. Да, но только мы знали, как это делать. Отсутствие водопровода толкает людей на использование речной воды. Но, к сожалению, это не освобождает их от ответственности. Правонарушителю грозит ответственность в соответствии с Кодексом административных правонарушений Российской Федерации по статье 7.6. Для установления личности материалы сейчас мы отправим в МВД, чтобы получить личность правонарушителей. Последует составление протокола по статье 7.6, дальше постановление и будем рассматривать дело штрафные санкции. Штраф для физических лиц от одной до трех тысяч рублей. Нарушителей в селе Черноречье много. На другом участке реки проверяющие нашли еще пять насосов и шланги. Везде все окутано шлангами, непонятно вообще, как это все делалось. Все это надо устанавливать личности и разбираться в ситуации. Всего в ходе рейда в районе Черной речки обнаружено 8 незаконных насосов. В ближайшее время Севприроднадзор займется выявлением нарушителей. Чтобы в будущем людям не приходилось выплачивать штрафы, сотрудники ведомства рекомендуют оформить разрешение на водопользование. Это в частности, допустим, тот же расчет водопотребления. То есть, для чего будет браться вода. Это все должно рассчитываться. Есть определенные нормы, их заполняются. И после этого, соответственно, комплект документа подается к нам, Севприроднадзор. Мы его рассматриваем и выдаем это разрешение. Это гораздо будет дешевле, чем платят люди, которые проживают в городе, получают непосредственно воду из водопровода. Намного дешевле. Подробная информация об оформлении разрешения на водопользование размещена на сайте Севприроднадзора и Минприроды России. Незаконный забор речной воды может повлиять на обмеление реки. А это приведет к гибели рыб и в целом к неблагоприятной экологической ситуации. Светлана Федодеева, Андрей Глушенко, информационный канал Севастополя.